но отсюда возникает что некая проблематика я с вами по этой проблематике одну минуту хочу поговорить ребят запомните себе постулат запишите его прямо в тетрад он выглядит так до тех пор пока вы будете прилагать усилия к ожиданиям вы будете иметь обманутые ожидания всю свою жизнь до тех пор пока вы не станете прилагать усилия к устройству то есть если вы будете прилагать усилия к ожиданиям своим вы всегда будете иметь обманутые ожидания то есть по сути своей у меня возникает главная проблематика бизнеса технологии мне нужна технология работы с людьми какая-то какая неизвестна ну какая технология менеджмента какая тоже неизвестна какая мне нужна технология реализации что коммуникационной системы на рынке тоже где-то взять как где-то саму технологию взять и ты что же проблема взять-то не против ешь как-то использовать надо мало и кто-то сконструировать должен кто это делать вопрос дальше чтобы эти задачи 3 поддерживать постоянно в решенном состоянии мне тоже нужны технологии что создает неоспоримое преимущество мое на рынке технология конечно конечно что создает вот это как можно меньше людей рядом со мной которые делят прибыль мое владение этой этими технологиями чем больше людей мне нужно тем меньше прибыли мы все зарабатываем обратите внимание я еще в 90-е современ в отпуск приехал на был друг сейчас чикаго живет один и второй они совершенно с разных миров оба человека но оба живут в чикаго интересные люди один из них был еврей лёня коммерсант но бизнесмену торговал водкой до определенного момента времени пока не уехал чикаго так вот лёня лёня он всегда говорил вот нас три учредителя и больше нельзя ну никак больше нельзя 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 почему надо на четвертого еще деньги зарабатывать но до четвертого еще день больше нельзя не как евреев говорил больше нельзя вот три это все четыре уже плохо делится на троих на нас делится хорошо при том изначально их было сколько двое когда понадобился оборотный капитал они взяли третьего у которого был этот оборот способные и неспособные то есть как мне добиться диссонанса неспособности у вас очень просто надо понять что является противником человека во внешней среде давайте так пока будем говорить на сегодняшний день то есть это две величины физические это сила и скорость по сути что бы вы ни делали вы имеете дело с двумя вещами либо силой либо что со скоростью либо с их отношением то есть а в чем проблема если вы не справитесь со скоростью вы вероятно будете вы должны справляться с силой и наоборот если вы справились силой вам невероятно не придется справляться что со скоростью то есть все жизни имеет что проблемно-временные режимы то есть о чем речь идет о том что работу нужно выполнить как такому-то сроку если вы обгоняете автомобиль на машине на своей идет встречная если вы неправильно рассчитали расстояние то вы не справитесь со скоростью дождетесь лобового удара будете что справляться с силой вместо того чтобы со скоростью то есть все с человеком все что происходит на сегодняшний день на планете земля оно четко подчинено зависимости скорости и силы двух вещей вот такая вот ситуация поэтому в чем проблема проблема в этом весь бизнес построен на принципе зависимости силы и скорости то есть у вас есть сила к вам липнуть деньги клиенты партнеры и так далее этого уровня у вас нету силы у вас нет ни денег ни клиентов ни партнеров с деньги имеют свойство липнуть к магниту до кондуктивности с деньги подчиняются законам какого электричество в физике на рынке деньги за подчинены законам электричества обыкновенным физическим законам электричества за не с удовольствием прилипают к силе и очень быстро убегают от чего от отсутствия силы вот как раз вчера серёжа рассказывал без имен и фамилий как один человек умер а второй принял его бизнес ну наследник в силу этого что бизнес начал разваливаться почему они не зажелают ну его подчиняться ну все там кто в бизнесе почему они вот не считают сильно того считали кто умер а это кто такой существа какие очень интересные они не желают подчиняться тому кто слабее их ни при каких обстоятельствах при том обратите внимание это равно и для личностных отношений между мужчиной и женщиной мужчиной и женщиной и женщиной то есть всегда существует что доминантная составляющая какая-то определенная то есть в нашем обществе где мы живем существует доминантная составляющая то есть я с этим человеком в силу того что он олицетворяет силу то есть если он не олицетворял бы силу он бы мне не нужен был вообще даже за один стол или мы что равны и можем дополнить друг друга двигательная задача номер два мы можем дополнить друг друга чтобы возникла некая сила вместе мы сила помните а порозить мы не сила это тоже бывает то есть разные бывают способы вытаскивание этой силы из внешней среды чтобы стать сильным ну до этого мы с вами еще дойдемся сейчас наша главная задача понять зависимость что скорости и силы то есть если предприятие в определенный момент времени не заработает что денег то он станет банкротом то есть ему придется справляться с силой внешних обстоятельств с налогами со всякими 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 дядьками которые будут приходить просить денег зарплата и так далее этого подобного то есть у предприятия которое мы создаем у него тоже попадает на рынке в зависимость скоростных и силовых режимов если предприятие из собой из себя представляет некий силовой блок в том числе он видит она способность и защитить и меч и щит имеет то с таким предприятием имеют что с удовольствием все люди делают если же предприятие себя вот этого силового блока не представляет то к сожалению от этого предприятия все отлетают так отскакивают сторону причина банально просто нет вот этой вот силы тяги как бы индуктивности притягивающие деньги денег и клиентов то есть то есть по сути своего так это выглядит то есть ничего с этим сделать нельзя рынок он что термо механическая система хотите в этом термо механическая рынок подчиняется законам термодинамики и механики теоретически а деньги законам электричества вы хотите вы или нет деньги будут идти тогда когда будет отсутствовать что сопротивление вы как раз когда с коммуникациями работать вы убираете сопротивление убираете с доверия это отсутствие сопротивления да а продажа это что плоскость ближайшего постового результата при достижении целей или задач которые ставите этот человек у вас покупает и вы продаете что протез ну определенный или что за него что-то делаете ну то есть протезируйте его способность что-то делать по идее должен сам уметь сидеть там от проектов и заканчивая все здорово ну нет людей что многофункциональных их не существует мы выросли и деградировали из многофункциональности у нас теперь возникает что специализация ну не может человек знать все согласно с вами правда как вы считаете как куда можно я так думаю и считаю что универсализация это великая была а не специализация и какая бы задача ни была поставлена из двигателя она должна быть решена если я что не умею решать подобного рода задача должен себе очень быстро научить решать подобного рода задач нужно сесть вечером утром уже быть готов и и решать то есть для этого мне нужно некое знание которое бы мне позволило разобраться с устройством того что мне поставили как задачу как решаются подобного рода задачи определить вероятности и варианты и при этом что применить некий инструментарий при решении задачи вот первый вопрос который убивает всех людей на планете земля которых вы вы можете поставить этот эксперимент спросите человека что он использует я вам скажу что он использует обрывки классических знаний прошлый опыт и советы друзей там всяких людей и так далее и тому подобное ребята вот при таком винегрите можно что-то сделать выше большие самые проблемы которые существуют ну вот мне кажется у меня интуиция и вы понимаете если мы начнем доверять твоей интуиции как барометр очень скоро придем куда к банкротству очень скоро то есть я не могу как директор руководитель принимать решение на базе твоей интуиции мне нужно что объективная информация мало то мне нужны инструменты оценки этой информации и инструменты реализации задач которые передо мной стоят иначе извините уважение ничего не получится у меня вы что считаете действительно что все армии мира там все имеют в своем подразделении в своем так сказать распоряжении так называемую разведку я должен понимать что происходит иначе я не могу управлять хотите вы этого или не хотите вам нужно научиться работать с информацией и вот первое мое разочарование которое было в этой жизни тогда интернет вы знаете был разве еще что достаточно слабо в тему в те годах 90 а уже после многие люди потом сильно уже но развился сейчас мне говорили я продолжал смеяться потому что тот человек с которым я познакомился обискал что ты что действительно считаешь что гагл знает все я говорю я так не считаю плохо общество так ты понимаешь если бы гагл знал хоть что-то хоть вообще что-то тогда американцы они же очень какие рациональные жадные люди они бы уволили все целую все фбр все румо разогнали бы армию посадили бы 20 человек которые в гагл и вводили бы вопросы и получали на них что объективные ответы и докладывали бы президенту никто этого что не делает никто этого не делает кроме дураков которые там работают то есть люди которые действительно так и делают есть такие люди и они на украине существуют я тоже знаю по интернету отдают оценки чему-то ребят интернет это список мнений без идентификации объекта это вам не человеческая самая задача вся жизнь человека состоит из задач то есть если человек жизнь рассматривает свою не как задачи которые перед ним стоят каким-то иным способом у него начинаются что что задачу можно что решать и реализовывать проблему нужно что как-то разруливать уже устроять уже вырезать эти ножницы опухоль это уже хирургическое вмешательство требуется да и каким-то образом уже и устроять эту проблему нужно привлекать других людей и так далее думаю поэтому лучше научиться справляться с задачами нежели разруливать проблему что самом деле все системы подчиняются одним и тем же что закона семья предприятие группа разведывательная диверсионная там армейская рота все подчиняются одним и тем же что принципам управления по причине чего причине того что это некое сообщество людей которые действуют что для достижения единой цели больше чем у них есть то есть они выполняют задачи с целью достичь некого что положение вещей лучшего чем сейчас у них существует ну назовем это так потому что более научным способом я бы не хотел то есть у нас сейчас так хотелось бы чтобы было как лучше чем сейчас и вот мы что сначала рисуем это лучше потом раздаем что каждому дистанции и усилия которые нужно приложить для того чтобы возникло вот это лучше скажем если каждый из нас приложит усилия в правильном направлении то через месяц мы будем иметь это лучшее то что вы хотели дох уровень дохода предприятия в два раза а отсюда что и соответственно зарплата сотрудников в два раза увеличена то есть мы могли бы так сработать если мы все между собой что договорились но предприятие не может быть человека и 5 не может быть человек который может работать отдельно от предприятия то есть о чем речь идет чтобы меня правильно поняли то есть если мы договорились об одном а вы начинаете знаете вот когда вот все идут в ногу да один немного но он считает что он много идет а все остальные немного вот как бы возникает такой некий диссонанс начинается что срабатывать центробежная сила с растягивания вот этой ситуации то есть одни люди считают так другие считают то предприятие должно быть единоначально поэтому возникает некая кандидатура директор ему учредители диригируют полномочия командование этим кораблем понимаете от директор происходит вот отсюда не может три учредителя одновременно править предприятие у них у каждого свое мнение по этому поводу поэтому они выбирают эксперта которого они троем считают наиболее компетентным в этом вопросе делегирует ему все свои права казнить миловать и так далее на этом предприятии и говорят мы тебе дадим вот такие деньги мы тебе дадим но за это ты нам предприятия приведешь вот так вот положение вещей принять и вот таких директоров на украине что по пальцам посчитать можно практически не могли бы вот так сделать просто большинство людей большинство людей у них свой свой способ то есть сразу видно что они исповедуют то есть вот это исповедание сразу видно я недавно тут в киеве был на переговорах с иностранцами они мне начали объяснять как это сделать я в отличие от них не стал голословным я взял сутки тайм-аута как бы через сутки говорил восемь часов как бы объяснила все как сделать нарисовал все прямо до точки как нужно это воспроизвести они моим советом не воспользовались сделали по-своему результате получили что ничего то есть ничего не получится почему знаете в европе существуют некие школы которым надо придерживаться работают эти школы не работают не имеет никакого значения просто не есть и вот выбирать можно только из того что есть ничего большего выходя за рамки этих школ сделать что нельзя соответственно что если эта штука не работает при решении подобного рода задач а мы пихаем куда ни попадя применяем не по назначению мы получаем что ноль на выходе ну что и получилось иностранцев получили ноль на выходе никакая задача по сей день не решена и прогнозы мои Игоря Николаевича как бы одновременно сбылись одновременно сбылись чем это все закончится ничем ничем и закончилось очень много усилий это очень много денег очень много долларов очень много вложений инвестиций я ввоз и ныне что на голову не на 50 на 100 голов выше по всем параметрам за чего за что бы нельзя вот только так можно и абсолютная справедливость по-другому людьми управлять нельзя они вам не будут подчиняться они будут делать и вид что они вам подчиняются поэтому сначала менеджмент вот начинается с абсолютного преимущества перед всеми остальными и раз я знаю как этим кораблем управлять я вам всем каждому показал это вот теперь вы меня будете слушаться и пойдете куда по доске при объективных критериях вот этих надо из компании что выковыривать убирать из компании сразу то есть если это справедливо без вопроса то есть есть люди которые что объективно на своем месте они знают что они делают правильно все делают великолепные специалисты чуть трогать я обычно так говорю кто обслуживает технологию на предприятии там эти проекты там ну всю эту штуку все свободно заниматься своими делами но мне не нужны то есть вы так умеете я знаю точно рисовать красиво это это вы все умеете и вы можете идти к вам никаких претензий никогда нет у меня претензии к управлению к руководству финансовому подразделению к охранник безопасности к тому что создает условие чтобы пришел клиент и отдать этого клиента этому адвокату понимаете вот к этой части проблемы нужно самая главная часть бизнес именно это адвокатов можно в очередь построить понимаете выбирать кому клиентов раздавать ну чтобы появился вот этот бренд это предприятие на нынке понимаете вот эта вот штука вся должна работать как единый механизм работающий